Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юляна. В сегодняшнем видео с вами проведем тест глаза зеркала души. Ведь, как всем известно, глаза могут рассказать очень много о человеке, о его характере, о его душе. Перед вами будет картинка с девятью глазами. Просто посмотрите на эти девять разных глаз и без лишних размышлений выберите тот, который вам приглянулся, больше всего. Главное, не размышляйте, а выберите тот, который вам симпатизирует. Если вы выбрали цифру 1, значит ваша главная черта – открытость. Вы такой человек, который будет радоваться всем новым знакомствам. Вы способны открывать свое сердце кому и чему угодно. Часто рискуете, набиваете шишки. Но это не становится причиной того, что вы закрываетесь от внешнего мира. Вы никогда не показываете окружающим свои страхи или свою неуверенность. Вы считаете, что почти все свои проблемы вы в состоянии решить самостоятельно. В то же время вы всегда готовы помочь другим. Для тех, кто выбрал 2. Главная ваша черта – добросовестность. Вы тот человек, который обожает производить приятные впечатления и всегда пытается сделать все правильно. Вы, как никто другой, считаете, что человека нужно оценивать по его поступкам. Вы стараетесь не рассказывать никому, когда вам плохо. Мир не должен видеть вас обеспокоенным или расстроенным. Вокруг нас слишком много горя и несправедливости, чтобы еще и переживать о своих мелких проблемах. Вы живете для того, чтобы посвятить себя другим людям. Для тех, кто выбрал 3. Если вы выбрали глаз под номером 3, это означает, что прямо сейчас вы наверняка немного несчастливы. У вас наверняка было очень бурное прошлое и это до сих пор накладывает отпечаток на вас сегодня. Жизнь может представляться вам злой и совершенно непонятной шуткой. Вы пытаетесь найти свой мир, но пока не можете. В это же время вы предпочитаете никому не рассказывать о своих мрачных мыслях. Вы знаете, что для всех, включая вас самих, будет лучше, если вы оставите свои мрачные мысли и прогнозы при себе. Ведь, вы знаете, в конце концов все наладится и это просто такой сложный сейчас этап, который можно преодолеть. Для тех, кто выбрал 4. Если вы выбрали 4 глаз, это значит, что в глубине души вы философ. Вы тот тип людей, который заморачивается по поводу вопросов, которые, кажется, никого больше не интересуют. Вы один из немногих, кто пытается понять, как устроен мир на глубинном уровне. Вы хотели бы познать более глубокую суть вещей. Иногда это сложно. Вы теряете своих мыслях, не замечаете окружающего мира и всегда думаете обо всем сразу. Иногда вы находите ответы на свои вопросы, но через время начинаете искать новые загадки. Для вас жизнь это огромный бесконечный пазл. Вы не знаете, зачем этого, но продолжаете его собирать. Для тех, кто выбрал 5. Вы символ загадочности и непостижимости вашей души. Вы до сих пор не поняли, кто вы и где вы, где находится ваше место в этом мире. Тем не менее, вы собираетесь продолжать пробовать. Ваша душа это противоречие, а ваше настроение меняется каждый день, а иногда и несколько раз в день. Обычно, однако, вы совсем не говорливы и не любите говорить о себе. Вам интереснее, когда кто-то другой рассказывает о своей жизни. Для тех, кто выбрал 6. Выбрав пользу глаза номер 6 признак высокой чувствительности. Вы тот человек, который все замечает и никогда ничего не забывает. Благодаря этому вы живете в состоянии с собой, гармонии с миром. Ваши чувства глубокие. Поступки иногда глупы, но всегда милы. И вас очень легко рассмешить или довести до слез. Впрочем, вы скрываете от внешнего мира свою хрупкость. Вместо этого вы демонстрируете ему свою проницательность. В целом, вы позитивный человек и ждете от жизни только хорошее. И если в мире случается что-то новое и непонятное, вы в числе первых, кто хочет об этом узнать. Для тех, кто выбрал 7. Если вы выбрали глаз номер 7, значит в душе вы всегда горите. Вас распирает от энергии и страсти. В мире нет ничего более волнующего для вас, чем простая обыденная жизнь. Ваши чувства это всегда крайности. Вы или любите всем сердцем или всем сердцем ненавидите. У вас есть мнение по любому поводу, любому вопросу. У вас очень много энергии и вы часто тратите ее просто на то, чтобы нервничать и волноваться. С другой стороны, вы бы и рады остановиться, да не можете. Все же надеются на вас и рассчитывают на вас. Если вы кому-то не можете помочь, для вас это настоящая трагедия. Для тех, кто выбрал номер 8. Ваша главная черта – эксцентричность. Вы тот человек, который обладает необычными интересами и убеждениями. Вероятно, вы практикуете что-то древнее, о чем даже никому не рассказываете, все равно не поймут. Для некоторых вы просто человек со странностями, но, строго говоря, вам плевать на такого рода мнения. Вас не заботят правила и традиции. Вы ищите свой путь. И если для того, чтобы его найти, придется набить немало шишек, значит так тому и быть. Обычно вы ничего не скрываете от окружающих, но и не навязываете им свое мнение. Вы понимаете, у каждого свой путь. Поэтому, когда вас осуждают, вы просто отшучиваетесь. В то же время, вы хотите найти людей, похожих на вас. Для тех, кто выбрал номер 9. Вы человек, живущий в соответствии с тем, что вам подсказывает интуиция. Вы один из тех людей, которые очень тонко чувствуют и понимают мир вокруг. Вы можете понять, что человек думает или чувствует не по его словам, а по его интонации и мимике. Вы вообще хорошо разбираетесь в людях, причем с раннего детства. Вам иногда неловко в этом признаваться, но вы умеете отчитать людей и их скрытые мотивы. Этот врожденный навык неоднократно спасал вас в жизни и на работе. Вы всегда знаете, когда кто-то пытается манипулировать другими и всегда распознаете обман. И вас никогда не разведет никакая цыганка. Вот, пожалуй, все, что хотела вам сегодня сказать. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!